Доброе утро, мои хорошие. Ты, Ромикус, мои солнышки. Друзья мои, по ту сторону экрана, сегодня семна тенничная. Сейчас мы с вами уезжаем, сейчас утро. А маска мне, кстати, более-менее помогла. Вот остался один. Здесь по бокам вроде как ничего. Очень-то дрожжевая, кто делал самую хорошая вещь. А сейчас мы уезжаем с вами на дачу. Там спилили два огромных дерева. Была угроза падения на линии электропередач. И второе дерево из этого сдвоенного готово было упасть на дом. Поэтому электрики его спилили под корень. И мы сейчас с вами поедем, будем до снега все это там пилить, убирать, посыраем. Веток, наверное, море. В общем, всего. Я не надела ни украшений. Здесь сейчас ничего, чтобы не потерять там ничего. И, в общем, мы сейчас уезжаем. И вы вместе с нами. Группа поддержки. Я еду с ностальгией. Деревья детства. В общем, я рассказывала об этом длинно в предыдущем ролике. Так что мы с вами все поехали на Чудской обер. На дачу нам ехать довольно долго. Господи, какая тема. Как раньше. Хорошо. В это время. Все светло теперь. Мы ничего. Будем ждать весны. Будем искать положительные стороны во всем этом. Даже в сваленных деревьях. Все. Едем. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, мы приехали. Мы на даче. Надеюсь на вашу поддержку. У меня аж страшно идти. Страшно идти. Прямо ужасно. Капец. Капец. Господи, ты буш мой. Пусто как. Ну ничего не задели. Ничего не задели. Ничего не... Нет. Не повредили ни сирени, ни гортензию. Ничего. Пусто как. Кошмар. Господи. Вот из-за этих электропередач. Да, Васенька, милый. Вот и зайчики мои. Посмотри, они сняли нам этот... Потому что я так ныла. Что мне жалко. Там здесь скворечник сняли. И крюк для цветка у нас здесь был. Как пусто. Здесь будет этот... Плац для танцев. Это подожди. Ужас. Это подожди. Это смотри, какая хрень. Это как бы же... А посмотри, какое оно гнилое внутри. Нет, нет, нет. Как мы его пилить? А, как вы его пилить будете? Смотри, что у него. Я не знаю. Но здесь целый стол. Нет, это стол мне... Ужас. Вот это что, смотри, видишь? Срез, да. Ужас какой. Ну, хоть бы они бы еще это как-то пильнули. Я вообще не представляю, как ты это возьмешь. Это еще пол-полбеда. Это еще... Ну, так еще, да. Это ни одна пила не возьмешь. Они же чем-то делают. Ну, они-то у них-то... Смотри, какое у нас здесь все гнилое. Может это сделать, как какую-то декорацию? Как из этого сделать декорацию? Накрыть салфеточкой. Как это так поставить? Оно мне напоминает штаны. И будут такие, 22 такие вилки. Напоминает какого-то... Я не знаю, что с этим делать. Ну, черное, оно, конечно, здорово там по краям. Насчет гнили он все. Не зря тут дятел. Не зря. Да, ползу. Не зря, да. Ну, ничего хоть не повреждено в самой даче. Подожди. Вот это вот... А, надо пилить и на... Ну, да. Я не знаю, если вот... Все, ни коры, ничего. Смотрите, все гнилое. Да. Досюда, допустим, будет такая у тебя толстая эта. Ну, вот из этих сделаешь пенечки, на что можно поставить цветы будет. Пенечки будет, знаешь, их сколько? Я верю. Цель будет целая. Я поняла, пенечка... Тут будет, не знаю, их 77. Я поняла, что теперь пенечков у меня будет много. Это мне все было некуда там поставить. Я хотела, у меня кора там не осыпалась, это сошла. То теперь у меня... Ну, вот такие вот... И такими топить наш камин очень нежелательно, потому что оно все-таки хочет березу. Это нехорошая сосна для... Ну, что делать? Будем пить. Здесь вообще оно целое, вроде бы невредимое. Что тут с ним? Ничего. Смотри, в разрезе нормально. Вопрос, мы все это успеем за один день? Я не знаю. Вот в чем вопрос. Давай, бери пилу и начинай. Потому что это под снег нельзя забирать. Я думаю... Я не знаю, я боюсь, что мы ничего не успеем. Как-то нет у меня такого шока, который я ожидала. Гнилой она, да, конечно, здесь вот. Можно здесь цветы какие-то посадить. Дерево можно тоже посадить. Как-то здесь больше места. Стало больше светлее, что ли, я как-то не знаю. Но вот насчет того, как это теперь поддастся все пиле, я... Вот это вот двойная часть, я вообще не представляю. И успеем ли мы это сделать за день? Хотя сейчас утром, вот мы приехали. Может, придется ночевать даже. Не знаю. У нас с собой ни продуктов, ничего, абсолютно ничего. Ну, машина есть, ничего страшного. Муж включает энергию сейчас. Достаем пилу. Я буду ветками заниматься. А веток-то здесь, я смотрю, не особо много. Или они под стволами. Вообще здесь, конечно, хорошо, но не тепло. Градусник у меня там, баники. Но я уже придумала. Скворечник надо повесить вот на это дерево. Тут вот рядом. Там крюк с цветком сюда. И бороду сюда, ничего. Господи, да боже мой. Обыграем как-то. Больше света будет там. Света будет больше, однозначно. Надо засадить все какими-то цветами. Ничего. Помните, я вам говорила, да, что в любой самой ужасной ситуации надо всегда искать какие-то плюсы, что-то положительное. Но вот я стою и ищу. И нахожу. У нас с собой есть термос с горячим чаем, с лимоном. И пачка печенья я сунула в складовки. В общем, начинаем. Ну, топить я не буду. Наверное, если мы не останемся. Какой в этом смысл здесь? Работать на улице, да и все. Ну, так вот. Ну, так вот. Ну, так вот. что рубанул будет знаешь сколько был ой какой голой смотри как отрывается к сараю поднимать я ничего не могу а я помочь могу так я буду откатывать докатила до сарая а теперь можно сарай закатить и тогда получится что-то меня тоже есть какой-то смысл на спину спина начинаю чувствовать а а а а а а а ну что мои хорошие глаза боятся руки делают пенечки эти все и откатываю муж пилит с меня хоть смысл какой-то но дело в том что пила здорово ест масло и нам не хватит его на все здесь и придется ехать покупать сейчас еще магазин там открыт местный наверное вот так вот здесь пусто я все откатываю туда получается масло последнее доливает так что мы до неожиданным потому что не очень толстые видимо но я все откатила часть в сарай но я уже друг на друга класть не могу это тяжесть это я уже все out слава богу что еще открыть до скольки ты тут до часа и до чего маленький магазин муж уже все по-деревенски одет уже не куртки ему не надо ничего все да да тут знаете как на даче пошел ноги в шлепаться и все и уже все обожаю местные строительные магазинчики таре а я люблю этот магазин вообще люблю все строительные до безумия всякое такое здесь хостово лисичка 20 евро гвозди 5 на 150 мужу кружку кружку ему для чая на литр наверное здесь всякая для плита всякие совочки пахнет хорошо так спокойно без суеты и по-деревенски такой взгляд по-женски алюминиевый то ой ой кастрюки какие прелесть баки солить капусту и всякое такое в общем все нужно все уже купил так что мы с вами поедем краткий обзор строительного магазин на глубокой периферии на далекой 40 евро душевая вот такая панель и прочее прочее покупатель еще есть и айс айс стоит 4680 большой какой натуральный его к вам и сова вам все что хотите 360 стоит литр муж взял несколько бутылок чтоб уж хватило наверняка и мы едем дальше пилить магазин не поедем он говорит что может все таки мы справимся сегодня если уж так припрету я на ночью останемся вернемся сюда в магазин сейчас нет смысла набирать здесь каких продуктов что все таки он хочет уехать вернулись мы на месте продолжаем я катаю пенечки может продолжает пилить говорит ну что не будем тратить время на все эти магазины на эту там покупки все еду или что все-таки он хочет закончить сегодня как я не знаю ну что глаза боятся руки делать я все не говорила по моему это дам уж конечно молодец без завтрака без кофе без передышки это вообще какой-то железобетонный мужчина понятно кофе я уже не отделаюсь я катаю от их у меня тут дорожка накатала я их сюда я понимаю что в сара это все не влезет абсолютно думаю что может быть за сарай тогда до весны у нас здесь есть место если сюда их все выставить и этой деревяшкой закрыть чтобы они не сырили когда мы камин строили это защищала пол у нас все ее убрать здесь все сложите прикрытие чтобы не заливала не знаю это ну не влезет все понимаете да еще гигантские ветки там я время идет и темнеет стремительно я не знаю муж хладнокровен сказал все успеем нужно муж выдерживать я не знаю не ел не пил вы знаете как здесь много народу здесь очень много людей во многих дачах горят эти топят печки из трубы дым идет из труб говорят здесь вот еще какое-то дерево впереди нас тоже снимали вот эти ребята или электрики общем людей много но не знаю закончим мы за светло не закончим хотим уехать сегодня ничего из еды у нас нету и соседи наши вот здесь которые сзади наши соседи любимые тоже здесь и что вы думаете мы значит здесь все пилим таскаем идет мое чудо маленькое чудо девочка моя яночка тоже яночка принесла нам два яблока зайтика у нас как раз ничего абсолютно кушать нету в чай я взяла в термосе это все а вот и она с яблочками к нам представляете зайчик спасибо большое спасибо анечка спасибо для мамочки передаю мамочки спасибо 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 вам большое ничего добрые люди нас окружают чудесные соседи совершенно так что если мы не закончим то с голоду мы не умрем у нас есть два яблочко молодильных я так понимаю правда вася молодильные яблочки надо но в принципе как бы то не страшно уже все знаете самую тяжелую часть темнеет уже я свет включила на веранде но вроде бы как бы что-то начинает вырисовываться я здесь сортирую мусор надо увести ну ветки просто веточки мох тут вот такой длинные ветки и вот муж распилил последний самый толстый а он гнилой а я думала его знаете как-то задекорировать или что-то это что смола а это смола слушать у нас знаете это вот со смолой когда изделия вот у нас уже готово да вот это пень может быть тебя кружечку чая горячего на минуточку вообще без всего вообще без секундного перерыва наверно смола внутри смотрите как застыла там трещина на самом деле он мой какой некрасивый черный я все начали декорировать она видите все черное не зря ничего пили здесь вот это делали но но как что-то больше не делать мне кажется его надо как-то вдоль нет вот так вот еще раз туда а потом хоть его можно хоть хоть как колбасу хорошо давай давай да хорошо мы можно и принципе так тоже может да не зря убрали конечно так но у нас с вами более-менее так вырисовывается здесь уже похоже мы конечно знаете на кого я молчу справились ты по сути быстро еще даже четырех часов нету а уже темно на камере светло на самом деле здесь темно а все еще вот это перекидать я их прикатила сюда и надо их еще сложить не оставить не оставить же так и вот эти все мешки палки и так далее ой как хорошо что спилили спасибо ребятам и плакать я не хочу я хочу и благодарить все черное ничего не прикатить сюда даже с корой она отваливается это все насквозь черное зря я жалела они сделали совершенно правильно смотрите все изъедено нигде никакой даже к этой кожуры или покрымя так вроде ничего думаешь на срезе но вот она видите это гнили вот она все падает кора и вот такое на под корой но это же опасно около дома такой иметь да и высоковольтная здесь совсем темно нам надо еще немножечко времени соседи вот тоже пилят я здесь участок собираю немножко осталось а муж здесь в темноте пытается уложить эту гору в сарай закатать ну или рядом с сараем сейчас посмотрим ну немножко осталось более-менее справились ну и адова работа я хочу вам сказать в общем это что-то конечно это у нас не сарае я не знаю что сколько здесь теперь кубов этих дров сосна сосна которую мы не хотим в принципе ну да что делать в общем здесь палки перетаскала вот здесь надо будет пилить и еще за дачу вот сюда положили не за дачу а за сарай вот там еще тоже полно закрыли чтобы стекала вода не на бревна по дсп осталось у нас территория территория мешки надо сейчас вывести увести и вот здесь еще все это заполните тоже уйти абсолютно черно вот это так вот когда без света ну то есть совершенно вася на одной малюсенькой кружечки на чая из термоса но такой закрошечный все все мы закончили но как мы я застояла светила фонариком муж все сделал у нас чисто какие-то мотыльки все летают на свет даже не показать предел при дневном свете как здесь все хорошо ну в общем выскоблено все сделано как надо время восемнадцать сорок пять ничего не видно но дерево нет ничего больше вообще нет это пилки но это как удобрение ничего страшного все что-то сыпется такое не понимаю камера видит я не вижу глазами какие-то мотыльки как будто не то дождик не то снежок не поймешь но не холодно десять градусов все сейчас будем собирать дом снова все эти провода то все пилы запирать сарае мотыльки на свет лицат и все поедем и поедем мы мы поедем на заправку мы будем мыть руки нас здесь воды тоже нет и будем пить кофе и будем кушать наконец и сидеть в тепле и кто будет мотать это все я таковая похоже боже все сделал у нас все чисто чистая территория все заперто и мы уезжаем мы уезжаем поеду его кормить мужа потому что это вообще конечно ну и сама тоже кофейку и потом нам еще два часа до города пилить все теперь с вами кофейку попьем и наталья на уже все удача надеюсь а нас больше пока не позовешь сезон закрыт пока и мы уже на заправке мы уже помыли руки муж уже нашел какое-то масло уже начинается наберем кофе каких-то булочек пирожков собрали с собой кофе и берем канги капучино с сиропчиками пирожков набрали с собой булочек кристине конечно с собой гостиниц сейчас еще рапы съедим давай палочку мне какой-нибудь что чуть-чуть уберешь канги капучино мы на нашей любимой заправке я здесь клиент уже давно все надо палочка размешать я все просто как на как он варит так не да ну крышечкой закроем что с народом напитие не знаю заправочка наша сейчас мы тут еще раб сделаем с котлеткой говяжий и здесь но вы знаете это все я уже не буду объяснять вот здесь вот посидим здесь как кафешка перед дальней дорогой поэтому с собой вот все кристиник гостиниц мы здесь еле живые или живые муж вообще герой сидим с большим лаптой пахнет за дерево что я там что-то вообще конечно поехала в одной кофте такая мокрая было пока там работала копала эти штучки не говорить мне про снеговика не говорить мне про снеговика в этом году вот эти вот я не играю в силу его в это я их катала чтобы ему хоть как-то помочь с сарая и я так промокла и там была на даче теплая кофта другая я ее одела и в ниже еду нам делают рапы сейчас чувствуешь при парковке майце как будто с рождественским привкусом а кто просил я вообще не очень люблю это сироп сироп пить а кто просил положить простите меня идеальные люди это конечно это штук и нам еще сколько до дома два часа не хотели оставаться это надо начинать топить это опять все еды у нас не было никакой собой это это отсюда ехать что-то купить покушать обратно потом дома пока проснешься там на топишь потом не заправишь этот камин потому что там зола горячая она загорится если мы завтра уедем и затопим поэтому решили так полуживые надо спина конечно я не знаю что у может со спиной но в общем сделать так как будто ничего не было мы сейчас кушать и в дорогу а вы с нами а вы везде с нами спасибо вам за помощь лет за особенно тем кто кряхтел я слышу все кушаем наши котлетки у меня такие заляпанные очки что я не вижу ничего салфеток много и там вот этот араб петаску карманчик с говяжьей котлетой такой вот он на гриле у меня даже не поворачивается челюсть жевать а ты вообще как он церковь есть у церковь всегда было вкуснее а последние разы я поскольку только здесь как-то клиент уже не так удобно я здесь и доезжу я попробовала в церковь местам не понравилось мы с тобой ездили куда-то на хутору фторку и мы пробовали в сорт и мне не понравилось всегда я критиковала здесь я уже даже в душ успела сбегать и все и мы падаем спать спасибо всем кто был с нами кто поддержал кто кряхтел переживал на калиста на арместон подписывайтесь на канал и ставьте лайки до следующего видео и от айка калиста пока